Сила единства Единство – это очень сильное слово. Иисус сказал, «Вам нужно пребывать во Мне, потому что без Меня вы не можете делать ничего». И даже в греческом «ничего» означает «ничего». И на кайджунском «ничего» – это «ничего». То есть, когда мы без Бога и не пребываем в Нем, не можем делать «ничего». Брак я называю полнотой, единством. Я женат на одной женщине, и она с каждым днем становится все лучше. Она моя невеста, вот уже 29 лет, у нас пятеро детей. Люди говорят, «Ты так любишь детей». Нет, я очень люблю жену. Писание говорит, что в браке двое становятся одним. И в полноте единства – огромная сила. И вы только подумайте. Сам Бог описывает Себя как троицу, как взаимоотношение единства. Отец, Сын и Дух Святой, и они в идеальном единстве в троице. Так же и с телом Христа. Есть всего одно тело Христа, а не множество. Всего одно тело Христа. Иисус вернется за одной невестой. Его церковь. Это полнота единства в церкви. Мне очень понравилось то, что сказал пастор Гейлин. Кстати, классно было увидеть его. Остинов и Годеев. В Бирмингеме вы таких имен не найдете. У нас есть Смиты, Уильямсы. Это прекрасно. Но я бы хотел, чтобы были Будро, Тибидо и Лебланы. Но все мы призваны и избраны Богом. Мы призваны и избраны Богом. Вам не нужно быть в служении полного времени, чтобы быть призванным Богом. Бог создал нас уникальным образом, чтобы по-особенному использовать нас для Его цели. Но единство — это мощный инструмент. Очень важно находиться в силе единства, но вам нужно понимать контекст нашего времени. Очень важно. Итак, Евангелие от Матфея, 24 глава. Хотел бы прочитать вам отрывок с 4 по 13 стих. Да, понимаю, очень большое местописание, но потерпите. Итак, тут сказано. Иисус сказал им в ответ. «Берегитесь, чтобы кто не прелестил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос», и многих прелестят. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, мор и землетрясения по местам». Мы могли бы на этом остановиться и сказать, что именно это сейчас и происходит. Но, по крайней мере, в новостях. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидены всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лже-пророки восстанут и прелестят многих. И по причине умножения беззакония во многих охолодеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. Это не очень приятный отрывок из Писания. Эта проповедь Иисуса не приносит радости. Мы думаем так, «О, это жесть». У большинства любовь охладеет, но тот, кто выстоит до конца, спасется. Что это означает? Секундочку. Я считаю, что очень важно иметь единство в теле Христа. Это самая важная вещь. Это самая важная вещь, потому что единство — это самый важный инструмент в Божьем арсенале. Когда люди объединяются, мы можем изменить мир. Но как можно саботировать единство? Единство — это угроза для нашего врага. Угроза для сатаны и того, что он делает в мире. Есть четыре способа саботировать этот день. Номер один — это сравнение. В Евангелии есть история о том, как Петр и Иоанн говорят о том, кто будет самым великим в Царстве. Ученики буквально спорили об этом. Теперь Иисус начал рассказывать о том, что произойдет с каждым из них. А Петр говорит, «А как насчет Иоанна?» Потому что об Иоанне ничего не было сказано. Тогда Иисус ответил, «А какое тебе дело до того, если я хочу спасти и защитить Его? А какое тебе дело до того, если я имею для Него не такой план, как для тебя? Ты бери свой крест и следуй за Мною». Иными словами, оставайся на той дорожке, которую я выбрал для тебя, и не переживай о том, к чему я призвал Иоанна. В те дни у них не было соцсетей. Соцсети — это как криптонит для чувства удовлетворения. Откройте Facebook, Instagram, Twitter и остальные, посмотрите на всю ту информацию, которая передается туда и обратно. Сколько у меня последователей, сколько лайков. «А, я им больше не нравлюсь». Они от меня писались. Мы стали отождествлять себя сложной реальностью. Это лишает нас чувства удовлетворенности. Я должен отождествлять себя не со своими подписчиками, а с тем, кто умер за меня. Моя ценность находится только в Иисусе. Не нужно определять свою ценность по Инстаграму или Фейсбуку. Определяйте ее только по Иисусу. Сравнение саботирует единство, потому что мы смотрим на кого-то и видим, что этот человек благословлен. Сравниваем наше благословение и решаем, что мы не благословлены так сильно. Сравнение — это ловушка, которую враг использует для разделения. Враг, довольство — это сравнение. Нам нужно подчиняться лидерам, служить с Богу и людям, а не фокусироваться на том, что делают другие. Поддерживайте людей в том, что они делают. Мне нравится, что тело Христа состоит из баптистов, пятидесятников и других групп. Но важна только одна группа. Те, кто верят в Иисуса, те, кто являются христианами. Иисус вернется не за конкретной церковью. Он вернется за одной церковью. Итак, номер один — это сравнение. Это криптонит для чувства удовлетворения. Способ номер два в саботировании единства — это гипердуховность. Я знаю, что он наступил сейчас на чью-то мозоль. Возможно, вы больше не захотите меня приглашать, но я верю, что это слово от Господа. Когда я одной ногой был в церкви, а другой в баре, я был лучшим в воскресенье, но лучше бы вам не видеть меня в пятницу и субботу или посреди недели. Но я могу быть и гипердуховным. И чем больше я отделяюсь и не имею единства со своей духовной семьей или с женой, или с теми, кто действительно меня любит, то становлюсь гипердуховным. Раньше я использовал Библию, чтобы утвердить мою позицию. Вы можете сделать так, что Библия будет выглядеть так, как вам надо. Вы даже можете выкинуть из нее часть стихов. Так вы становитесь гипердуховным. Люди думают, если вы можете процитировать Писание, то вы знаете слово. Сатана тоже мог цитировать Писание. Если вы используете Библию, чтобы утвердить свои позиции, прекрасно, если вы пользуетесь Словом Божиим, но что это приносит? Разделение или единство? Это объединяет людей, исцеляет их или наоборот. Итак, сравнение. Гипердуховность и номер три. Это течение под названием «Я сам по себе». Сам по себе. Это те, кто все делают сами. Они всегда знают больше и лучше других. Они никогда не пускают свои корни в каком-то месте? Всем нам нужна духовная семья. Даже в худшие моменты моей жизни у моего пастора есть одно очень сильное выражение, и мне иногда приходится напоминать его себе. «Покажи мне своих друзей, и я покажу тебе твое будущее». Итак, с кем мы общаемся? С кем строим отношения? Кто наша духовная семья? Мы должны любить и достигать всех, но кто моя духовная семья? Вы не сможете сделать это сами. Любой, кто пытается сделать все сам, станет статистикой. Нам нужны люди. Бог обратился к людям. Он всегда говорил к народу Израиля, то есть к группе людей, потому что он понимал важность того, когда люди вместе. И это очень важно не только для нашего, для нашего выживания, но и для нашего процветания. Я хочу не просто выживать. Я хочу исполнить все, что Бог приготовил для меня, но это невозможно сделать, если мы плывем по жизни сами по себе. И далее номер четыре — это неподготовленность. Итак, сравнение, гипердуховность, сам по себе, и неподготовленность. Мы не планируем и не думаем о том, что будет дальше. О чем это говорит? О том, что нам не хватает мудрости. Не хватает мудрости. Послушайте, я вылетел из колледжа после второго курса. На третий курс меня не пригласили. Я понял, что мудрость — это не академические знания. Я знаю многих людей с множеством научных степеней, но они не мудрые. Мудрость приходит от отца. Только он может обучить необразованного, дать способности неквалифицированному и сделать его квалифицированным. Но нам нужен план и предусмотрительность. А мудрость — это послушание Слову Божьему с благодатью и истиной. То есть, должен быть баланс благодати и истины. И на ум сразу же приходит притча о десяти девах. Это фантастическая притча, которая показывает состояние современного, сегодняшнего мира. Очень сильное местописание о планировании и предусмотрительности. Только половина была готова, а остальные были неподготовленными. Они не были предусмотрительными. Но давайте подумаем об этом в свете единства. Что если бы десять дев были в согласии и имели с собой единство? Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 25 глава. «Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, «Чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пройдите лучше к продающим и купите себе». То есть идите в супермаркет и купите масло, «Потому что свое мы не отдадим». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы, и говорят, «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ, «Истинно, истинно говорю вам, не знаю вас». А что если бы те пять, которые были подготовлены, пораньше обратились к тем, кто не был готов и сказали, «Сестры, мы хотим вам помочь». Вы понимаете, что нам нужно быть готовыми, потому что мы не знаем, когда придет Женя. Но мы вас очень любим, поэтому хотим убедиться в том, что вы подготовитесь. Давайте сделаем так, что все для всех закончится хорошо. А что если бы у десяти дев было единство? Возможно, что все они были бы спасены, и это была бы совсем другая притча. Но многие люди саботируют единство. Я думаю, что они делают это, потому что не знают ничего другого. Они были научены не доверять, не быть откровенными. Но мне кажется, что тело Христово должно строиться на доверии и прозрачности. Есть шесть способов, как сохранить единство. Итак, вы уже услышали, как можно саботировать его. А как же нам его сохранить? Во-первых, с помощью прозрачности. Я думаю, что нам нужно вместе проходить трудности, а не обходить их. Если вы меня знаете, то знаете, что я очень прямой человек. Я вам прямо расскажу, что я думаю. Если у меня есть какой-то вопрос, то я с ним разберусь, а не спрячу его под кабелем. Я не буду отодвигать его в сторону, потому что он якобы не важен. Нет, я разберусь с ним прямо сейчас на месте. Почему? Потому что прозрачность порождает доверие. Прозрачность порождает доверие. Мы решаем проблемы, а не обходим их. На работе, в церкви или в семье наше положение или наша роль не могут отражать сток тонн. Мы должны быть открытыми и прозрачными. Нет, 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 нет. Это приносит единство. У вас были такие случаи, когда вы давно знакомы с человеком? Возможно, вы на домашней группе или на мужской конференции, где собраны сотни мужчин, и там мужчины рассказывают о себе. Но если вы в небольшой группе, где всего трое мужчин, и один вдруг говорит, «У меня проблемы с этим», тогда все смотрят друг на друга и думают, «Кто же будет говорить следующему?» Все они сражаются с этой проблемой, но только один решил быть откровенным и рассказать об этом. Тогда следующий человек говорит, «А у меня тоже с этим проблема. Братья, давайте тогда объединимся в согласии и единстве и будем верить, что Бог даст нам свободу в этом». Номер два — это щедрость. Что ты имеешь в виду, говоря «щедрость»? Я говорю не только о финансах, но и о влиянии. Влияние имеет больше силы, чем любой финансовый дар. Щедрость — это то, что в ваших руках. А вы знали, что Бог не требует с нас отчета за то, чего у нас нет? Он спрашивает с нас лишь за то, что у нас есть. И это меня освободило, потому что мне всегда казалось, что мне нужно подняться на определенный уровень, и я чувствовал себя потерянным, потому что никак не мог достичь определенных вещей. Но я понял, что благодаря щедрости ко мне приходит благоволение и благословение. Иисус молился за людей, и я очень люблю молиться так же. Мы — церковь молитвенников. Мы известны как церковь, которая в первую очередь молится. Но Иисус молился за людей после того, как отвечал на их нужды. Он молился за людей после того, как отвечал на их нужды. Мы должны быть руками и ногами Иисуса. Иногда руки и ноги могут вонять овцами, и мы попадаем в разные ситуации, потому что имеем дело с миром и с потерянными людьми. Воскресное собрание на самом деле не для тех, кто имеет крепкие отношения с Иисусом. Оно для того, чтобы приводить сюда людей, которые не знают Христа. Итак, Иисус молился за людей после того, как Он отвечал на их нужды. Я сразу же подумал о вашем пастыре. Некоторые из вас могут не знать эту историю, потому что он, скорее всего, не рассказывал ее. Где-то в 2003 году он вместе с другими ребятами начал встречаться с пастырами по всему штату Луизиана. В то время он был помощником пастыра в другой церкви. И он ходил на встречи с разными пастырами, чтобы мотивировать их присоединиться к борьбе за спасение еще нерожденных детей, за традиционные ценности брака. То есть он говорил пастырам, «Нам не нужно прятаться, церковь должна подняться». Он помог организовать пастырский совет, но это был еще не конец. Только Бог знает, каким будет конец. Два года спустя по Луизиане прошелся шторм под названием Катрина. И вдруг в нашем штате начался хаос. И за несколько минут сотни отношений, которые завязались благодаря этому совету и благодаря щедрому сердцу пастыр и благодаря его влиянию. Внезапно более двухсот пастыров решили помогать миллионам людей в течение нескольких лет. На это было пожертвовано более семи миллионов долларов. Миллионы людей были накормлены. Это и есть щедрость. Я был в Алабане, когда у вас был тот ужасный поток. Я думал о том, что здесь происходило. Я думал о том, как работники церкви, которые потеряли свои дома, помогали другим людям. Вот это и есть церковь. Мы не должны забывать о том, через что Бог провел нас, потому что так мы не будем понимать, куда Он нас ведет. Нам нужна ясность, но щедрость будет двигать город. Итак, прозрачность, щедрость и номер три – это ежедневная молитва друг за другом. Ежедневно молитесь друг за друга и даже за тех, кто вас обижает. Билл Маккартни был моим духовным отцом с 2003 года. Он основал служение исполнителей обещаний. Начиная с этого времени, с 2003 года, он ежедневно молился за меня и всю мою семью. Каждый день. И он сказал, что это помогло ему дисциплинировать себя в молитве. У него была тетрадь с именами сотен людей, за которых он каждый день молился. Я тоже начал дисциплинировать себя таким же образом. Я начал записывать имена людей, но там были лишь имена тех, кто мне нравился. Там были мои родные, мои дети. Мне нравились все приятные люди, но внезапно Бог сказал мне, «Нет, нет, запиши и других людей, тех, которые обкрадывали тебя, тех, кого ты обижал, тех, кто обижал тебя, начинай молиться из-за них». О, это совсем другой уровень молитвенной жизни. Я стал молиться за этих людей каждый день. И уже через месяц у меня начались просто невероятные встречи с некоторыми из них. Я получил письмо, в котором говорилось, «Я уже 15 лет хочу попросить у вас прощения». «Я был неправ, и я прошу прощения». Бог даже восстановил некоторые отношения. Ежедневная молитва приносит единство. И далее номер четыре. Нам нужно отвергать распри. «Мне не нужны драмы». «Боже, помоги нам всем избавиться от них». «Отвергайте распри». Драмы отвлекают нас и сбивают нас с курса. Драма всегда сконцентрирована на нас, но она сбивает нас с курса и мешает делать то, к чему призывает нас Бог. И далее номер пять. «Мы должны уметь слышать голос Божий». Вы можете сказать, «Но я никогда не слышал Бога». Просто читайте Слово Божие, и, может, в этом вы услышите Его замечательный голос. Так я слышу Его голос. Этот голос всегда ценит людей, абсолютно всех людей. Этот голос всегда указывает на благодать и истину. И это порождает единство. Бог не разделяет нас. Не бывает так, что Бог заключает с нами завет, а потом раз, и все, и ушел от нас. Вы когда-нибудь видели такие отношения? «Брат, я с тобой в завете». Или «Жена, мы с тобой в завете». И вдруг у кого-то из супругов амнезия. Мы были в завете, но это было временно. Бог не говорит лишь о каком-то периоде времени. Бог не шизофреник. Он не делает что-то одно, ожидая других результатов. Бог последовательный. Самое большое влияние на тело Христа по всему миру оказывает разделение и отсутствие единства. Почему так? Не потому, что люди плохие, а потому, что главная цель врага — принести разделение. Когда мы разделены, мы не можем удержать свои позиции. Когда мы разделены, мы как зайчик-энергайзер, чья батарейка только что взорвалась. Мы не можем двигаться дальше. Понимаете, о чем я говорю? Ну и далее у нас следует номер шесть. Звучит он так. Никогда не сдавайтесь. Кто-то может вас обидеть, поступить несправедливо по отношению к вам. Всегда будут подобные проблемы в наших семьях, браках, на работе, но мы не должны сдаваться. И помните, что самое большое испытание для нас — это не то время, когда мы в яме, а когда нас ожидает серьезное продвижение. Наша жизнь под большей угрозой, когда в ней происходит какой-то успех, иными словами, повышение. Большое влияние, невероятное Божие движение. Возможно, человек продает свой бизнес, или получает повышение, или церковь очень сильно вырастает. Все это — огромные победы. Возможно, кто-то из ваших близких принимает спасение. Или вы помогаете в одном из церковных проектов, как вдруг весь ад восстает против вас. Я помню, как мой хороший друг и служитель нашей церкви, Тони, упал шестиметровой высоты и сломал ногу, спину и все остальное. А он просто служил нам. Не знаю, хочу ли я оказаться в такой команде мечты. Он был на электрическом столбе, пытаясь помочь нам. И вдруг он попадает в больницу и отправляется на операцию. Враг хочет забрать нашу жизнь, но мы не должны сдаваться. Никогда. Вспомним четыре способа саботировать единство. Номер один — сравнение. Это лишает нас чувства удовлетворенности. Я должен отождествлять себя не со своими подписчиками, не со своими друзьями, а только с Иисусом Христом. Способ номер два — это гипердуховность. Чем больше я отделяюсь и не имею единства со своей духовной семьей или с женой, или с теми, кто действительно меня любит, то становлюсь гипердуховным. Способ номер три — течение под названием «Я сам по себе». Это те, кто все делают сами. Они всегда знают больше и лучше других. Ну и номер четыре — это неподготовленность. Итак, я понял, как саботируется единство и как его сохранить. Но зачем мне все это нужно? Зачем мне хранить единство? Зачем мне хранить его? Потому что от него зависит ваше будущее. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословит вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом по местной церкви. Послушайте, Бог любит вас, и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими снациями, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова